здрасьте всем друзья привет уленьки продолжаем играть в двадцать вторую ферму и что у нас происходит у нас в принципе ничего особо интересного не происходит выполняются контракты на уборку наш баланс трохи прибавился наш вот этот комбайн отработал на одном поле какое поле 9 убирал да нет 23 короче убирал его долго на самом деле проблема была в длительном простое короче сейчас он заправляется все у него хорошо также еще взял в аренду другой комбайн уже большой еще до него до бегу тяжело не ориентироваться по карте его вот этот поле у нас убирается тут горячиха растет тут работает большой такой класс с жаткой сколько на 13 8 метров до к нему еще также дали вот такого вот трактора и к нему было два прицепа но вы на пути встречается одна горочка и в общем то там два прицепа он не тянет хотя это кстати довольно мощно фэнд насколько я понимаю сколько он лошадей на 600 наверное соврал но 400 точно 939 этот верер это из разряда больших тракторов должен быть 385 лошадей это же охренеть сколько плюс как бы безступенчатая цвтшка не тупящая коробка автомат она не должна тупить но почему-то тупит и он в общем то не может подняться в гору поэтому один 35 сигнал в принципе тут она без особых простоев не работает то есть бункер в комбайне наполняется примерно за то же самое время пока трактор ездит на выгрузку плюс сейчас у нас освободился второй комбайн 2 трактор мы его сейчас докинем сюда работать в пару и все у них будет нормально ведь он возвращается уже на поле а он все на 70 процентов забился так что все нормально и плюс да кстати мы вернемся к этому трактору у нас едет на поле 19 и на разгрузку ему надо будет ездить на столовую два разгрузчика все равно будет лучше чем один и комбайнов тем временем заправил сейчас отвезем его на базу комбайн надо покупать срочно какой-нибудь нормальный потому что с этим мы заколебемся извините за выражение конечно хозяй очень мягко сказал но в общем то надо да ты пока стой здесь никуда не уходи я чё друзья вообще начал запись внезапно я тут обнаружил обратил внимание что таки соломка с гречихи выпадает хотя это лично на мой субъективный взгляд выглядит не очень логично что здесь такая желтенькая соломка вот этих культур идет но что поделать кто я такой чтобы вообще решать природу всего этого дела поэтому нам нужно взять и сохранить вот этот маршрут или его можно как-то скопировать здесь ну что можно скопировать и не сохранять это было бы тоже неплохо но смотрите есть еще такой вот пацан его можно наверно остановить я слабо себе понимаю как это копирование курсов работает ну допустим здесь мы копируем здесь мы вставляем а вот так то на работает отлично я так понимаю он у нас скопировался хорошо так вот у нас здесь тоже убиралась одно поле по контракту вот сто процентов которая убрана здесь была солома льна я ее продавал собственно у нас сейчас как бы и баланс немножко поднялся за счет этого не только за счет этого но вот и раз у нас пошла такая пьянка на этом и соответственно говорим ему собирать солому с 19 поля и отвозить ее на электро выгрузка ну и давай ей туда в общем то он через пару минут туда приедет посмотрим что и как у него получится слушайте и правда маршрут загрузился скопировался приятненько но и в общем то он должен без проблем сейчас начать с ним работать опытки автосохранения отлично ну и шо ты будешь работать не видимо будет вообще у нас на нашей электростанции по моему 1 миллион вместимость до соломы идет 1 миллион что за приоритет я честно говоря хрен его знает потом разберемся так вот вместимость 1 миллион литров я думаю что это поле больше чем 1 миллион литров здесь соломы больше поэтому пускай катается вот кстати еще один трактор приехал в помощь комбайну но я стартовую точку нашел вот отсюда он должен будет начать работать сейчас друзья важно посмотреть чтобы он мог добраться отсюда на выгрузку чтобы там триггер работал ну и чтобы с этими холмами он просто мог туда хотя бы доехать сейчас мы это все дело проконтролируем и будем дальше заниматься контрактами пошел собирать соломку маленький прицепчик на самом деле сколько на 23 куба по-моему всего набивается он моментом а поле уже кстати почти убрано на 83 процента контракт выполнен на 73 простите не туда глянул так что тут у нас все путем у меня если что взято еще два больших поля это вот 17 и 11 17 прям вообще громадная но там насколько я понимаю будет хороший выхлоп с лишнего урожая может быть отвезем его на базу потом хотя вряд ли скорее всего запускаем так вот и продается сразу по контракту тут у нас тоже горчица растет я вот 23 поле горчицу убирал из 23 поле получается я один при прицеп всего привез по нужному контракту остальное все начало засчитывается на 17 143 куба получилось перевести по контракту с 23 поле плюс еще 18 500 а тяжело с математикой в общем то ладно неважно но если взять вот поле 19 например смотрите 73 куба надо привести мы уже привезли 158 еще не все убрано самом деле на имеет смысл возить все на базу но туда не проложен автодрайв а так как мы сейчас принципе у нас есть свободный трактор мы недалеко от базы находимся поехали наверное проложим его почему бы и нет вот она наша база здесь в общем то у нас все просто насколько я понимаю давайте отцепим вот это вот все дело и быстренько черт друг нам постой потерпи чай тут быстро что-то 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 Субтитры сделал DimaTorzok Пойдет Соответственно здесь ставим базу выгрузка Это мы все дело закрываем Да, я там сделал двухсторонний маршрут Но в целом он будет работать Подцепляем обратно вот это вот все дело И отправляем его на поле 19 Далее, вот этот трактор мы останавливаем Отправляем его тоже на базу выгрузка Заодно проверим, чтобы оно сейчас там все выгружалось Все нормально Но он поехал дальше Поедут куда-то разворачиваются Ладно, пусть и едут А также, друзья, у нас вот этот товарищ уже съездил, выгрузился И возвращается на поле У него все хорошо Давайте, наверное, по этой дорожке он ехал Значит, мы по ней доберемся до нашей Наверное, вот туда позже Какие здесь горки везде Да, вот она наша электростанция Судя по звуку, тут все зашуршало Все заработало В принципе, можно открыть меню и посмотреть Состояние неактивно Как это включить? А, вот так вот это включается Работает В общем-то, работа пошла Она начала хавать соломку Перерабатывать ее в электричество Правда, электричество пока не сильно появляется Электричество можно здесь хранить на складе Что мы будем пока делать? Тут батарейка пускай заряжается Когда она зарядится Мы поставим распределение Хотя можно и сейчас распределение поставить Или не надо? Давайте пока не надо Короче говоря, пускай оно работает Пускай батарейка заряжается Потом будем думать, что с этим делать А сейчас, друзья, у нас продолжаются работы с контрактиками И встретимся, когда появится что-нибудь более-менее интересное А этот товарищ, кстати, тоже выгрузился У него тоже все нормально На базу заехал С базы он выедет Все прекрасно Отлично Ну что ж, друзья Первый рабочий день у нас, получается, закончен Во второй серии только мы заканчиваем этот самый день Тут еще сейчас приедет разгрузиться один прицеп горчички Правда, на лишней горчице мы не сильно много денег поднимаем Сейчас мы вот этого пацана отпустим Снимаем его с автодрайва Это у нас арендованная техника была И принимаем вот эти вот два контракта Зарабатываем 350 тысяч у нас на балансе По-моему, очень даже неплохо Ну сейчас еще 5000 приедет Другой трактор нам привезет Но он медленно ездит А тут еще и горка Да, ему вообще тяжело Погнали поспим У нас же тут на базе должно быть место, где мы можем поспать Да, у нас, кстати, осталось 500 литров пшеницы, по-моему Точнее, горчицы 513 литров Но ее я уже отдельно не повезу До каких пор спать? Я думаю, что мы до 6 утра будем спать В 6 самое время начинать работу Сентябрь 1 у нас Написано, да, я поставил 28 дней Короче, месяца будут Не обращаясь на них внимания Будем просто дни считать Игровые Что у нас есть интересного из контрактов? В принципе, такого Много еще интересного Тут много чем можно позаниматься Да, кстати, у нас зарядилась батарейка полностью Электростанция 500 литров Я... Ну ладно, литры пускай будут литры Контрактики обновили Посмотрим, что есть Есть два контракта на сбор урожая В принципе, интересные Можно будет выполнить их Но самое главное Это, конечно же, наше поле И почему он в этой ферме не прыгает через заборы, а? Вот в 19-е он бы перепрыгнул через этот забор без проблем Хотя, вроде как, высоту прыжка можно поменять Это не проблема Где-то там наше поле Если мне не изменяет память И оно не созрело Или созрело Не созрело И еще один день придется ждать Поэтому уборочной сегодня у нас тоже не будет И тогда я не вижу ничего другого Кроме как выполнить пару контрактов Но, разумеется, я показывать это не буду Хотя можно их выбрать Я думаю, что оба эти контракта мы возьмем Тут оба контракта с аргонно-транспортной компанией Возьмем вот этот вот с маном Комбайн дают одинаковый Поэтому мы берем вот этот вот вместе с техникой А второй берем просто так Также у нас, по сути дела, свободный трактор Вообще, вот этот контракт довольно жирненький Поставить курс плей за 55 тысяч Чтоб он поработал, по-моему, тоже вполне себе неплохо Да, кстати Я тут неправильно в начале серии сказал Необходимо доставить И доставлено В общем-то, вычитаются эти цифры То есть, когда мы привезем 100 кубов Тут будет написано Доставлено 100 кубов А здесь необходимо доставить станет 482 То есть, лишнего я тогда ничего не привез Если что Но можно отслеживать, сколько еще осталось привезти Прекрасно Короче, друзья Я упарываюсь в контракты Может быть, еще и поудобряем что-нибудь Хотя у нас удобрений нет У меня так впадло их покупать А потом будем что-нибудь смотреть Потому что, как бы, планы на серию есть Но они начинаются с уборочной А тут, как бы, день тратить мне тоже сильно не хочется Значит, друзья У нас примерно 9 часов утра Ну, почти Хотя у меня 2 часа ночи почти Ну, ладно Точнее, уже больше, чем 2 Короче говоря, к нам приехали гости Нет, это не гости Это 2 контрактика еще выполнены у меня Мы принимаем денежку И остается лишь Слушайте, вот это, кстати, тоже интересные контракты Особенно вот этот Ну, ладно У нас есть 643 тысячи на балансе Это довольно много И знаете, что я хотел бы сделать? Я хотел бы их потратить И первое, друзья Что мы купим на эти деньги Это будет угольная шахта Будем добывать уголь Еще я до нее добегу Так вот Будем добывать уголь И будем этот уголь возить на нашу электростанцию И у нас будет дохренища энергии По факту вообще получается Это здесь Нет, это не здесь Здесь стройка какая-то По факту вообще получается Что угольная электростанция Нам не сильно-то сейчас и нужна Но, знаете, изначально у меня была какая-то тактика И я, в общем-то, ее придерживаюсь Я понял, что я не ориентируюсь на карте Поэтому я найду сам Вот оно В смысле, не дойду сам А только лишь на карте смогу ее найти В общем-то, 500 тысяч денег Мы это дело покупаем И здесь нам нужно электричество И взамен будет поступать уголь Электричество мы ставим на распределение Давайте, наверное, время чуть-чуть ускорим До самой малости Чтобы просто это все дело у нас заработало И, в общем-то, это самое электричество должно будет поступить сюда Насколько я понимаю, его же не надо ничем перевозить сюда Это было бы глупо Ну и Чую мы не работаем Сюда можно еще привезти обеды Но пока что мы обедами не занимаемся Это у нас потом будет Ладно, давайте мотнем времени чуть побольше Прям вот сильно побольше Я думаю, вот так вот пойдет О! Поступило сюда электричество Электричество заполнилось сразу полностью Все, и, в общем-то, начал производиться у нас уголь Уголь производится, а значит А, распределение, я так понимаю, происходит раз в час Ну и хорошо, ладно Так вот, у нас, короче, производится уголь Мы можем его точно так же на автоматическом уровне распределять Но я этого делать не буду Пускай он копится Тут миллион литров влазит Посмотрим, с какой скоростью будет наполняться угольная шахта И, соответственно, после этого Когда будет свободное время и свободный транспорт Можно будет без проблем отправить с угольной электростанции Возилку, которая будет возить на электростанцию уголь И, в общем-то, у нас с электричеством проблем не будет вообще Просто я не знаю, какое потребление электричества идет на карте Так что пока лучше будет вот так вот На наших полях работы, друзья, сейчас абсолютно никакой нету Поэтому я предлагаю пойти поспать до завтрашнего дня Чтобы начинать уборочную на нашем поле Все-таки контракты это все хорошо Но не одними ими же упарываться Ну тут мы еще как поспим Блин, целые сутки спать Ну классно же Давай, до 6 утра Вообще в 6 уже светло Прям светло-светло Поэтому, может быть, спать имеет смысл даже до 5 утра Второй день игровой пошел Значит, погнали на наше поле сбегаем Посмотрим, что происходит там В каком состоянии наше поле Может быть, наконец-то начнем убирать нашу кукурузку Растет стадия 5 из 6 Серьезно? Почему не изменилась стадия роста? Или еще не успела обновиться? Может быть, карта большая не успела обновиться? Давайте пока посмотрим, что у нас по нашим заводам А по нашим заводам как-то не сильно много угля-то нарисовалось За сутки Даже на прицеп не насобирается Но такое себе, если честно И еще, насколько я понимаю У нас здесь на электростанции 5 цепочек И одна цепочка, вот так, чтобы она постоянно работала нейтрально Она будет питать один завод То есть вся солома, которая у нас сейчас сжигается Она полностью идет на угольную электростанцию Точнее, угольную шахту Ладно, с этим потом будем играться, видимо Когда будет больше заводов С другой стороны, тут не такая большая потребность Угля будет уходить прям вообще мало Если 2,5 угля уходит А добывается за это же самое время 100 угля А если привезти обеды, то еще больше Ну ладно, хорошо Тут все хорошо Поле Поле не обновилось, не созрело Вопрос Почему? У меня есть теория, почему Потому что у меня стоит 28 дней в месяц И одна стадия будет обновляться 28 дней Поэтому, скорее всего, придется вот это вот все дело убрать И поставить 1 день И идем, друзья, еще на сутки спать До 5 утра Видимо, уже светло должно быть в 5 Да, в 5 уже светло Ну правильно, у нас июль стоит Самые длинные дни Хотя вообще самый длинный день 22 июня Ну пойдет Погнали посмотрим на поле Еще раз Надеюсь, сейчас это все дело обновится Кстати говоря, работоспособность заводов Тоже может Сентябрь 3 у нас Ёшкин матрешкин Есть, в общем-то, у меня теория Что нам придется проспать 28 дней Зато у нас угляны собираются за это время Я просто охренеть сколько Друзья, ну ничего не остается делать Мы идем Спать на месяц Так, народ Несколько читерским способом Я, короче, сбросил Ну а теперь опять август Так что не обращайте внимания Стадии у нас здесь не обновились Поэтому мы спим еще раз Но уже последний У нас сентябрь Но еще темно Вопрос знатокам А почему? Почему раньше в сентябре в 5 утра Было светло А сейчас темно И даже в 6 я бы сказал Еще так себе Но ладно Я просто уж было подумал Что сезоны включились Я на самом деле Любитель вообще Ломать сохранялки 6 из 6 А, но есть у меня подозрение Что убирать ее на зерно Еще рановато Да, поле не является созревшим Хотя у нас тут другие поля созрели Просто, блин, вот почему Мне не хотелось Начинать Играть В 22 фирму Потому что тут Гребанные Одни перемотки времени Называется Просто сиди И выполняй контракты Кстати говоря А, в октябре У нас вообще тут прям Темно Еще и в 6 А, так вот Раз у нас тут Месяц стал побольше Есть у меня подозрения Хотя нет Не так уж и много угля У нас насобиралось И не так уж и Много солома Было потрачено Ладно Не суть важна Короче говоря У нас тут много чего созрело И много чего Можно будет убрать По контракту С фонариком побежим Смотреть на нашу кукурузу Что уж тут поделать Я где-то пропустил Тот момент Где настройка Отображать определенный месяц Вот работает Потому что Сейчас тут явная осень Может быть Я что-то сломал Давайте попробуем Все вернуть на место У меня такое чувство Что эта настройка Вообще Ничего сейчас не переключает Нет Деревья обратно Стали зелеными И внезапно Стало светло Видимо Что-то сломалось Ладно Значит Сокукуруза Она созрела И сейчас я буду Ее убирать Смотрю Я тут Друзья Еще контрактики Параллельно Столько всего Классного Тут есть Можно заработать Кучу денег Спашка земли Предполагаемое Время 14 часов 45 минут Вот это чуть дешевле И времени В два раза меньше Потратится Но это Расчет идет На ту технику Что нам предлагают Хотя вообще Странно Но да ладно Вообще Из-за интересных Контрактов Самое интересное Это удобрения За них много платят И они Очень быстро Выполняются Раза тут Видите Даже стоимость Материала 18 тысяч идет Но все равно 44 тысячи Чистого профита За 40 минут 20 тысяч За 20 минут Вообще Шикарно Падла А что ты забыл Вот про эти Вот 5 стебельков Или как это Называется Правильно Да кстати Наш комбайн Пошел работать И трактор К нему тоже Приехал А я еще Насколько понимаю Это самое поле Надо будет Чизелить Разумеется Оно нуждается Во вспашке После кукурузы И поэтому Нам надо будет Купить Чизель культиватор Ну пацан Я то в паре Работаю Такие молодцы Да друзья Из меня конечно Фотограф никакой Но что поделать Что поделать Поэтому обложки У меня некрасивые И фотошопер Из меня тоже никакой Короче говоря Пускай эти ребята Сейчас тут все Убирают А мы пойдем В магазин И купим Чизель культиватор Потому что без него Ну прям Ну никак 1.2 метра Всего 10 лошадиных сил Требуют Слушайте Классная штука А есть же трактор Который на 10 лошадок Во На 14 лошадок Они в паре Даже будут Прекрасно работать Отправить Короче таким Чизелем Федю работать Мы друзья Разумеется По старинке Берем вот этот Наш любимый 4 метровый Или взять красненький Он чуть-чуть тяжелее Но почему-то Требует Меньше мощности Как это работает Я вообще Без понятия Ну ладно Давайте возьмем как красный Потому что у нас Красные трактора Кстати Насколько у нас Мощные трактора Вот просто ради интереса По 170 лошадей Они Оба У нас кстати А у нас два одинаковых трактора Если что Разработчики решили Не заморачиваться Над этим вопросом Но в принципе Ничего страшного Как только у нас Друзья Я пойму Что пора культивировать Я пущу Культиватор Который будет культивировать И когда вот эти вот Работы все будут сделаны Мы с вами встретимся И обсудим Что вообще происходит Как-то так Спасибо за просмотр! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так вот, у нас сейчас закончится здесь чизельнее, вот это вот культивирование, я это все дело посыплю известью, и друзья, наверное, встретимся мы уже в следующей серии, будем думать, что и как нам делать дальше, потому что я еще даже не решил, что сеять, и на самом деле есть тут большая дилемма вообще о продолжении этой карьеры. Поскольку заниматься одними контрактами как-то скучно, мотать время это вообще, ну, типа, серьезно, это не симулятор фермы, это симулятор перемотки времени получается. Ну, короче, я еще подумаю, почитаю комментарии на Boosty, что там мне спонсоры напишут по всему этому поводу, но, честно говоря, у меня есть такие мыслишки, что как бы все. А куда ты поехала? А, я понял. Охрененно, ты вообще наручник поставить, под уклоном поставила и свалила, вот овца. Короче говоря, друзья, пишите ваши комментарии, лайкусики и все вот это вот. Спонсорам огромное спасибо за поддержку, ролики заранее выходят на Boosty, ссылка тоже в описании. Ну и на этом, в общем-то, все, всем спасибо, всем покаки.